В минувший понедельник в Центре культуры и искусств прошла встреча в формате выездной администрации. Жители Реутова имели возможность напрямую пообщаться с представителями общественной палаты, управляющих компанией, депутатами и сотрудниками городской администрации. Тротуары и парковки, освещение дворов, температура в подъездах и тарифы на коммунальные услуги. Советы и рекомендации, как действовать в той или иной ситуации от специалистов – это всегда важно и полезно. Эстафетную палочку от экспертов подхватил глава городского округа Станислав Катаров, который рассказал собравшимся о новом детском саде и строящейся рядом с ним школе. Это образовательное учреждение на 1100 мест возводится в микрорайоне 10А в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Когда обращался к губернатору Андреевичу Воробьеву, он строительство и школы, и детского сада поддержал. И более того, нам и школу перед ними, она у нас в постпрограмме стояла начало строительства только на 2025 год, а мы ее передвинули. И мы сейчас увидим, что заливается монолит, а школа строится. В конце следующего года она будет уже работать. Отвечая на вопросы жителей, глава города коснулся вопроса капитальных ремонтов домов, строительства собачьих площадок, аварийных отключений электричества и холодной воды. Прокомментировал Станислав Катаров и ситуацию с пробками на Носовихинском шоссе в районе метро «Ново Косино». Жительница юбилейного проспекта Полина Калинина пришла на встречу, чтобы узнать планы города на сквер в районе родного дома. Она также обратила внимание ответственных сотрудников администрации на необходимость помощи семьям с приемными детьми при устройстве ребят в городские кружки и секции. Такие встречи, мне кажется, очень полезны, когда не записываясь к каждому заместителю главы и не ожидая по месяцу каждый раз приема, когда тебе нужно идти ступенчато, ты можешь подойти сразу ко всем людям, которые тебя интересуют, задать вопросы и в том числе задать вопросы в главе города. Мне кажется, это важно встречаться так с жителями. Общение в формате выездной администрации продлилось больше двух часов. Были заданы десятки вопросов и дано не меньшее количество поручений главы города, которые помогут в решении тех или иных вопросов. Принцип «Житель всегда прав в действии». Евгений Сафаров, Пётр Гаретов, Телеканал ТВ Риотов.